Всем привет, снова здравствуйте, TheBrush 2019 и вернулся я к написанию роликов. Да, трансляции это конечно хорошо, это классно, но вот вчера пишу трансляцию вот по этому фонарю. Пишу-пишу, всё нормально, вроде говорю там что-то получается и тут тебе тадыш, я его всего доделываю. Смотрю, а там... Короче, произошла ошибка. Трансляция видать уже давно не идёт, до утра провисела, отключить не могу. Пишет, невозможно зайти в свой аккаунт, именно вот это, на канал на свой не могу зайти. Трансляции нет, не открывается, паника. Думаю, ну всё, захожу на другие стримы, там тоже пишут, что видео виснет, что что-то не так у людей. Короче, походу вчера YouTube получил такой шок. Столько народу писало эти стримы по ночам. И я решил, короче, с этим завязать. И вот жалко мне, что вот весь процесс создания вот этого фонаря и установка его именно в позу, вот так вот, вот добавление ещё маленького фонаря, как я делал. Сейчас всё это объяснять, ну, в принципе, постараюсь. Хотелось бы, конечно, закончить эту тему, но уже на душе осадок. Так что, погнали разбираться. Так, вот такая ступенция. Фонарь. База, это я его собрал полностью. В чём была моя первоначальная ошибка? Прежде чем делать фонарь, нужно именно сделать сам фонарь и сделать площадку вот эту вот. И от площадки делать вот этот центральный каркас. Брать две... Сначала сделать одну вот эту направляющую. Это скуба. Кто смотрел предыдущую, типа, трансляцию, тот уже где-то до середины знает, как это всё происходило. Так, вот эта часть чуть шире, и вот эта шире. Хотя на картинке они очень тонко выглядят. Это неправильно. Получается, в чём косяк? Если их делать тонкими... Так, фонарь сейчас пока уберу. Получается, если их делать тонкими, то вот здесь вот вообще нет расстояния. А на картинке она ещё больше. Но я не стал больше делать, потому что если его делать ещё больше, как на картинке, я пытался развести. Жалко, что вы это полностью процесс не увидели. Пытался развести в бока вот эти вот именно направляющие. Тогда излом идёт именно... Сейчас покажу. Вот здесь начинает выпирать, выставляться всё. Так, вот эта часть устанавливается... Это цилиндр. Посмотрите прошлое видео. И, короче, в чём ещё загвоздка? Вы первым делом делаете одну вот эту вот часть. Подбираете её мал-мал по толщине. Без особого такого, сказать, размер слишком сильно не подгоняете. Его можно исправить уже в процессе. Просто сначала делаете типа набросок. Вот одну вот эту вот делаете, жмёте Ctrl и вытягиваете её вверх. И потом с помощью Gizmo приблизительно опять же устанавливаете вот сюда. И вот от этих двух центральных вы уже начинаете плясать вот этот замок. Делать две стороны не обязательно. Вы её выставляете по центру. Вы начинаете, точнее, уже по центру делать. Находите симметрию. Проверить это можно. Поставить куб и нажать X английскую. И у вас высветится, где у вас центра. И следом вы делаете именно одну вот эту часть. И потом делаете вот эту отдельно. Она меньше идёт и чуть-чуть другая у неё форма. Здесь можно ещё больше всё развести. Это уже как кому на усмотрение. Так. Вот эту нижнюю часть вы берёте, делаете дубликат. Вот с этой части центральной. И с помощью Gizmo, с помощью вот так вот Gizmo, опускаете её вот на это место. Так. Ну, в принципе, ничего тут сложного. Сложное – это первый раз его начать делать. Если вот сейчас начать его второй раз делать, уже, конечно, всё будет быстро. Но в чём смысл, что я в роликах именно делаю модели первый раз. Вот здесь вот у вас получается центральный этот цилиндр. Я вставил сначала вот этот, вот этот промежуточный. Потом повернул его боком вот так. Так. Мяч тоже удалить надо. И потом стал с помощью Gizmo перетягивать. Оно как раз хорошо ложилось. Именно Gizmo хорошо перетягивает вверх, вбок, вверх, вбок. И всё вы это делаете через контрол. Не знаю, как... Ну, переделывать я не хочу его, честно сказать. Может, в будущем я его пересниму. Ну, пока вот хотелось бы вот такой вариант рассказать. Хотя бы так. И потом, когда вы одну сторону уже сделаете, вы просто заходите, опять же, по прошлому видео, Modify Topology и нажимаете Mirror and Well по X. Всё дублируется. И модель становится вот такая вот. Я делал, как я делал. Сначала я сделал одну деталь. Потом контрол её отвёл. Потом одну маскировал. Потом снимал маску. И вот так вот передвигал. Это, конечно, неправильно. Это потом уже в процессе осознания, когда я сделал полностью модель, у меня уже в голове сложилась правильная картинка его изготовления. Так. Отдельные детали тоже не рекомендую делать. Проще всё это делать вот так вот. Одну деталь. Допустим, вы нижнюю взяли, сделали, установили. И через контрол делать дубляж. Вытягиваете. И получается так. Сейчас я вам покажу. Нажимаете. Так. Пардонте. Нажимаете Control. Сначала Move. Control. И вот так. Сейчас. Что такое. Что такое. Дублирование. Нажимаете Control. И вот так вот. Именно происходит дублирование. Потом Control бросаете. И можете наделать этих деталей сколько вам угодно. И передвигать, устанавливать, где вы их хотите. Потом, допустим, вы переключаетесь в Control и или маской. Маскируйте. Они всё равно будут отдельно. Так что это не составит особого труда. Так. Ну, в принципе, всё. Что потом. Так. Что ещё я сделал. Модель я потом всю объединил. Вот вы видите, что она состоит с разных деталей. Разные саптулы. Фу. Разные полигруппы. Вот они. Затем я оставил шею отдельно, чтобы потом можно было именно вот так вот. менять позу фонарю шею отдельно регулируется и объединил ещё одни детали. Вот объединил я фонарь, заднюю крышку и лампу. Это вот отдельно, чтобы потом не париться, чтобы можно было теперь делать это дело вот так. Передвигать куда хотите, перекручивать в любую позу, вот так вот. Пусть будет вот так. Смотреть он может куда угодно. Назад, вперёд. Но проблема в чём? Шея. Шея должна меняться. Хотя у неё тут у шеи мало вариантов гибкости. Ну, в принципе, голова, голова, она очень много даёт мимики, эмоций. И, в принципе, весь фонарь завязан именно вот на этой детали, на голове, так сказать. Так, Ctrl Z. И вот так вот можно установить позу, дублируя, копируя тело, копируя подставку, копируя голову и копируя шею. Вот состоит вся модель из головы, шеи, тела и подставки. Ну, подставку, в принципе, можно объединить сразу уже именно с телом. Чтобы уже потом сбоя вот на этом замке не шло. Чтобы всё было где-то вот так вот. Так, ну вот такой краткий, наверное, обзор модели. Если вам вдруг будет интересно, как её уже оставить в позу или сделать, то, ну, где-то вот так. Пишите мне под видео, чем больше соберётся желание посмотреть, как этот фонарь делается до конца, я уже тогда постараюсь заново всё это дело переснять. А пока на эмоциях, в печали. И вот хотелось бы, конечно, трансляцию сделать в этот раз по буквам именно фонарю. Но не рискую. Давайте вот я просто сделаю ролик. Покажу вам как. И вы уже будете сами потом это делать. Так, вот этот наш фонарь, пиздюка я отсюда убрал и убрал отсюда мяч. Так, погнали делать. Заходим в Z-плагины, находим 3D-текст, жмём New Text, переходим Ctrl-Alt на английский язык и жмём Shift-B, ну, чтобы большая была. И жмём Enter. Немножко жмём, ждём. Так, всё появилось. Включаем Gizmo. Вот так вот. И теперь в геометрии Size. Вот таким вот образом. И немножко вот так это делая, подставляем. Но он, по-моему, с ростом его должен быть или меньше. Ну, без разницы. И повторяем ещё несколько раз, так, пару букв. New Text. Жмём Shift-B и ставим Enter. Появилось. Теперь опять же the plugin, new text. Text. Жмём Enter. Появилось. И теперь R надо. The plugin, новый текст. Да. Enter. И the plugin, ещё раз, new text. Enter. Так, теперь заходим в Subtools. Переходим на I. Геометрии. И прибавляем размер. Ctrl-Z. Вот так вот. В принципе, I не надо. I это будет как раз. Забыл я. Пардонте. I удалим. Жмём Delete. ОК. Переходим на X. Геометрии. Так, прибавляем в размере. И вот так вот. И вот так вот уводим. Вот где-то так. Чуть-чуть можно всё это дело уменьшить. И повторяем с A и R. Такую же комбинацию геометрии. Так, поднимаем. Так, поднимаем. Чуть-чуть корректируем. И теперь Subtools R. Геометрия большая R. Опять же всё это дело переводим, подгоняем. И корректируем размер. Чуть-чуть побольше. Так. Смотрим, что получилось. Ну, чтобы всё было нормально, надо какая-то корректировка именно нижней части. Здесь можно добавить Append, добавить куб. Переключиться на него. Ничего ему не делать. Не Dynamesh, ничего такого. И просто вот так вот это дело всё вытянуть. И с помощью MOV подставить именно под низ. Потом его можно удалить. Подставляем под модель именно фонаря. Смотрим. Так, теперь Control делаем дубляж. И смотрим, как оно сверху. Ну, в принципе, всё ровно, всё попал. Так. Теперь всё это дело можно удалить. Delete, Delete, OK. А буквы можно объединить. Делаем Merge, Merge Down. Автоматически. Так, буквы есть. И поиграем теперь именно с буквами геометрии. Попробуем чуть-чуть их побольше. Вот так. И теперь всё это дело приподнимем. И немножко вот так вот подстроим. Ну, в принципе, нормально. Можно их сделать под толщину. Сейчас. Вот так вот. Чтобы они сбоку потом смотрелись. Вот таким вот образом. Ну, и теперь давайте фонарь именно покрутим. Если модель нас устраивает, полностью она собрана, то давайте её объединим. Чтоб уже без заморочек. Merge, Merge. Всё. Модель собрана. И теперь ставим Move. И ротацию всё дело вот так вот перекручиваем. Подгоняем. Устанавливаем. Если нужно буквы чуть-чуть раздвинуть, то работаем маской. Сначала уведём Э. Снимем маску. Ctrl-левая кнопка мыши. Следом маскируем вот эти буквы. Так. Маскируем Э. И так, что-то у меня сбивается. И маскируем КСАР. Так. Маскируем П. А КСАР уже передвигаем чуть-чуть подальше. Вот так. Теперь маскируем две вот эти ПЭКС. И передвигаем Р. Следом маскируем КСАР. И вот так вот это дело ещё раздвигаем. Чтобы расстояние было нормальное. Вот что-то такое получается. А вот так это сбоку выглядит. Вот так вот. Ну, в принципе, вот и всё. Остаётся только раскрасить. И именно сделать сетку буквам. Здесь сетка другая. Можно сделать теперь геометрии. Так. Сначала Ctrl-левая кнопка. Вы видите, как всё пропадает. Если сделать динамэш, то получается тоже, наверное, разобьётся. Посмотрим сейчас. Там нет, всё нормально. Теперь делаем Ctrl-левая кнопка. Теперь делаем Ctrl-левая кнопка. Мэш. Показывает, нужно сделать Make Polymesh. Ну, тогда пропадёт фонарь. Так. И теперь Append. И подгружаем Pixar. А верхний вот этот Pixar надо удалить. Delete. Ок. И вот теперь можно попробовать в деформации Inflatten. Вот. Что-то. Вот так они пышнее будут и прикольней. Вот так вот где-то. Смотрим сетку. Всё нормально. Вот такая штука. Всё. Всем пока. До свидания.